И так, ребят, здравствуйте, да, здравствуйте, мои хомячки, да, вот это всё, да, вообще кастинки, я же вижу, что ты там кушаешь, да, я же всё, я же, я же всё, понимаешь, ну ладно, кушай, я не буду тебя отвлекать, вот, почему-то мне захотелось поиграть в эту игру, очень сильно, очень сильно. Я когда-то в неё играл и, возможно, даже проходил, но, ну, мне хоть, даже если я проходил её полностью, то мне хочется снова окнуться в эту вот, в эту атмосферу Ассасина, поэтому усаживайтесь поудобнее, да, вот этот пледик, чайечко кофе, да, всё, что кушать, всё, как, как у нас принято на канале, да, в принципе-то, и усаживайтесь поудобнее, главное. Да, или если вы смотрите на телевизоры, то займитесь удобной позой для вас, и, в принципе, приятного вам просмотра, а мы начинаем. И что, где мы? На ёпта, блядь. Блядь, надо вспоминать всё это дело. Чтоб идти. Слишком сильная психотравма, он оторгает процедуры, начинает... Ой, бля. Дезмон попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточиться. Ага, вот это бегать. Всё это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Ааа, да? Ну, блядь, поговори мне. На ёпта, блядь. Слышно. Ебать. Ух, ебать, тут пиздец будет твориться. Мы теряем его. На ёпта. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. О! Сохранение какое-то. Какая-то кассцена типа была, да так понимаю. Вы парики? Ой, блядь, что? Я говорил, что он справится. Ублёдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлс. Сведения? Я бармен, чёрт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы. Не понимаю, о чём вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. Кого, блядь? У вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Ааа. Трыста, ёпта. Но я не ассасин. Ну ты именно, блядь. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Трыста, блядь, дяденька. Что вам нужно? Всё, блядь. До свидания, блядь. Ааа. Всё остальное сделает анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, мы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Мммм. Вы безумны? Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Понятно, понятно. Мудрое решение. Понятно. Короче, я так понял, ты, блядь, злодей, да? Ну ладно. Начнём процедуру, блядь. Ух, какая. Ух, бля. Ух, бля. Что это? Я бы ей, да. Да, да. Ой, блядь. Увидел нахуй сразу. Что ж, придётся заняться его образованием. Что ж, начнём с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания событий прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далёких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остаётся фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК – это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Ага. Этимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Этот участок памяти нужный нам. Ох, блядь. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. Ну это логично. Ну это да. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участку. С него мы и начнем. Нормально. Загружаю программу обучения. Давай. Ай, ну давай. Ну поехали, бля. Лёш, шо, шо. Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Восстановление синхронизации. Приветствую объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Так, а это чтобы, да? Вот я вот. Оп. Вернет камеру. Использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Блядь, какое? Так. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Что это? Что это за кнопка к ноль? Алё, блядь. Нормально, блядь. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Ну, ебэй, погнали. Что ты стоишь-то? Да. Да ёпта, дай пройти. Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой, более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Бля, ещё понажать. Её, знаете. Ф, типа. Тап. Что это, блядь? Альт, нахуй. Блядь, ну я ебал того, ротик. Что это, нахуй, за кнопка 1? Окей, дай посмотрим. Хорошо. Настройки, блядь. Управление, управление, дай-ка настрою. Высокая стойка, кнопка 1. Давай левый, альт. Лежлик. А, вот что-то. Блядь, да. Да. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. Хорошо. Угу. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Хорошо. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. У нас соперник еще в нормальном. Ну, ну, опа, пошел ты нахуй. Ага, отсосешь, блядь. 300 нахуй. Сука, мудила, блядь. Ой, ладно, извиняюсь. Извиняемся. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Ну, нам. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Ну, дай ты мне уже. Кто это сделал? Охуенно, блядь. Ну, ладно. Все, блядь. Ну и все, блядь. Воин заметил труп и его уровень изменился на встревоженный. Ответ значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Давай, блядь. Парарарарара. Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Давай, блядь. Всё, всё, девочка, блядь. Охуенно. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Просто буквою, блядь. Ну окей. Отлично. Да, да, блядь, да. Когда вы анонимны, синхронизация растёт. А выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида. А потом уже прятаться. Ну да, среди учёных в саду на крыше. В саду, блядь, в стогусенах, блин. А, или среди монахов. Или кто тоже учёные, не знаю. Да. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Хорошо. Судание, блядь. Вы полностью синхронизированы. И вам доступна новая возможность Орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Ну, белая информация, жёлтая целью убийства, красные солдаты и синие это вроде напарник или союзник. Помните, что это возможность... Чё-то с информацией сяло. ...при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трёх принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок. Просто, блядь, 19 минут просто в пустоту, ну ладно. Не, ну обучение это классное, на самом деле. Но, блин, такое долго, конечно. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать необязательно. На, наху, блядь. Не обязательно убивать, пизду, блядь. Буквай, дурец. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдая, может быть, чему-нибудь научишься. Например, как забывать обо всём, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя крето. Ничто не истинно, всё позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, но это не будет мой путь лучше. Блядь, давайте будем стоять, как девочки нахуй. Постарайся не опозорить нас. Нас осуждаем. Что, ну ёпта? О чём заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нём честь для меня. Повелитель считает, темплиеры что-то нашли под хромовой горой. Сохровище? Не знаю. Но повелитель считает, что это так важно, иначе он не поручил бы мне добыть её. Ну да, в принципе, да, в принципе, да, 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 да. Опа, паркуризни, нихуя себе. Теререререререререр, опара-парапам, опа, тиндеринки, опара-парум-парум-парум, па-бим-бим-бим, опа-папа-пам. Опа, доручил. Да, блядь, ну я понял. здорово стоит еще должна быть это ковчег ковчег завета не будь глупцем его не существует это всего лишь легенда тогда что это тихо кто-то идет нам нужно миновать ворота до рассвета чем скорее мы его получим тем скорее сможем заняться этими шакалами в масяфе робер де сабле его жизнь моя нет нам поручили забрать сокровища а робера убить лишь в случае крайней необходимости он стоит у нас на пути это необходимо благоразумие это и нет трусость этот человек наш враг и у нас есть возможность покончить с ним ты уже нарушил два правила кредо и собираешься нарушить третье не подвергай риску братства я выше тебя как по званию так и по мастерству не тебе обсуждать мои решения и основная числа на осозтакуем дать упа них у есть салам алейкум дать что эти тамплееры не у вас одних здесь дело а теперь я понимаю куда пропал мой человек и что же вам нужно кровь нет ты ввязался в то чего тебе не понять ассасин я пощажу тебя но лишь за тем чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал святая земля потеря у него навсегда бегите пока не поздно если останетесь здесь вы все умрете лучше по мастерству ладно ладно все у всех все бывает ну давайте покажем туда окей окей давай реща чё нахуй это что сейчас было бля нормально чисто блядь оп изи да блядь ну ты бом 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 бля конечно я в тебе не сомневался бля еще ребеночек чё бы прошел пока мы идем ну ладно я наверно еще прошел готов пар было бы интересно ну и а это ир ты вернулся рауф тарак видеть тебя не вредит задание прошло успешно повелитель в башню как у тебя тут в этом все все давай-давай побежали блядь ну ёпта беги беги спасибо брак ну пожалуйста эмираль таир и тебе так же все погнали к нему сейчас да отстань ты блядь сам такой так давайте-ка дисплей gps хибать gps уже был тогда нихуя себе так подожди-ка как куда мне идти блядь понять конечно но пизда блядь а туда аж да аж туда идти никак не заберешься все да такая музыка еще кайфовая да а может быть ты ну а ты все блядь это выяснили нахуй погнали блядь т… two three 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 цена mayor интерavier англ ума так давай заяв不是 человека д Uganda получена О-о-о... тебе что делать нечего у меня сообщение от повелителя он ждет тебя в библиотеке лучше поторопись тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки еще одно слово и я перережу тебе горло на это у тебя будет время позже бери же противно блять желтый нах ёпта поясняюсь осу осу кого-то блять может до кого-то бегу честь для нас чего повелитель ждет блять не то не то вот он расскажи о своем полагаю ты добыл сокровища тамплиеров возникли сложности повелитель роберт и сабле был не один дело прошло как мы ожидали наше умение приспосабливаться делает нас сильными на этот раз его было недостаточно то есть я подвел вас сокровище потери а сбежал а а послал тебя моего лучшего человека на задание важнее которого еще у нас не было а ты возвращаешься с одними извинениями молчать ни единого слова такого я тебя не ждал надо собрать новый отряд я клянусь что найду его я пойду и нет не пойдешь ты сделал достаточно где малик и кода мертвы нет не мертвы не мертвы мали я выжил а твой брат пал из-за тебя робер вытянул меня из комнаты я не мог вернуться ничего не мог сделать потому что ты не слушал меня всего этого можно было избежать а мой брат мой брат был бы жив твое не умение чуть не стоило нам победы чуть я достал то чего не смог добыть ваш любимчик вот возьми но похоже что я вернулся не только с сокровищем повелитель нас атакуют люди робер десабле обложили мася а он ищет битвы хорошо мы дадим ему бой сообщи остальным пусть крепость подготовиться что же до тебя наш разговор придется отложить ступай в деревню уничтожь захватчиков напавших на наш дом будет сделано перемотка на более поздний участок памяти так нужно побежали получается мпм бим 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 на наша филиптор хорошо что ты пришел нужна твоя помощь что случилось там пливер и они напали на деревне большинству селян удалось сбежать но не все что желя czy этого туда бежите давай погнали чё ну блин уж побежишь или рейн ты знаю блять все я знаю так быстрее а это вообще не забыли то еще в воду прыгать а ну ладно окей ладно а ну погнуть я понял ёпта блять а а а а а а я да иди ты нахуй ты заефал бля посторонитесь ёпта стороне сибать наконец-таки для соужили благо на нам либо нахуй пошел ты нахуй сюда что блядь блядь даю ёбаный ты блядь иди нахуй пожалуйста бан блядь сосать нахуй давай блядь а ну дарить соси блядь вот и все будет и до свидания на так лампу нам а почему а что 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 с фпс общем не интерес а а и и и и Да Этфект, блядь Ооо Так уже получше, блядь, хотя бы Э, блядь, салам алейкум, нахуй, здорово, блядь Ты, сука, ты можешь, ах ты, су твар, блядь, я же тебя отсосёжу Что, блядь, ой, я не то хотел сказать, ну ладно Я не то хотел сказать, блядь Я хотел сказать, что отсосёт он, блядь Блядь Извиняюсь, блядь Да Такое, конечно, сказать, да Э, блядь Ну, блядь Чего, нахуй, сюда, блядь Блядь, дядя, не ходи, пожалуйста, здесь Не ходите здесь Ёбаный сыр Прекратите битву и возвращайтесь в Массер Приказ Альму Алима А, то есть для этого, да, что бежал Мотка на более поздний участок памяти Беги Да ёпта, ты можешь, блядь, 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 блядь Бежит он, блядь, нахуй Альма Алим еще не закончил Куда мы идем? Наверх Мы приготовили сюрприз для наших гостей Делай все то же, что и я Скоро ты все поймешь Ну, а быстрее нельзя идти, нет? Чешо, блядь Он зашел с ума? Встань на эту платформу, Альтаин Ааа, да, блядь Отсать ты не хочешь? Верни то, кто украл у меня Ты не получишь этого, Робер Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы Ты ведешь опасную игру Уверяю тебя, это не игра Да будет так Привезти заложника Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались От того, что колодцы пересохли, а еда закончилась Мои люди не боятся смерти, Робер Они рады ей и награде, что она несет Хорошо Смерть они и получат Иди за мной и отбрось сомнения Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха Моя нога! Моя нога! Моя нога! Моя нога! Тихо! Тамплиеры услышат Какой-то пиздец Я останусь с ним и помогу Дальше пойдешь один Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили Обрушь смерть на головы врагов Прикольно Да-да-да-да-да Я знаю Чтобы перемещаться вот так вот Вот, да Ну, туда забраться Ну... Пам-парам-парам-парам Продолжение следует... Угу. Тогда в храме Соломона всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найти в своем сочинении дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Интересно. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным одним из толпы. Помнишь? Нам не рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Э, дед, не шути, не надо. Ах ты, смотри на него. Дед, вообще, охуел, да? Пиздец, вообще. Да. Да. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще? Часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Да, быстрее он не умеет ходить. Жалко. Бля, давайте посмотрим, что тут есть. Эм, что? Что тут есть? Тут есть всякие вот такие штучки. Я, ну даже не переодеться. Да. Да. Люди, это не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Это моё название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Это моё название. И название это глупо. Люди, это не мое решение. Не я устанавливаю спрос. Но я достаточно удобно, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла. Я знаю, что в случае всех не получил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется. И у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в твои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнёт. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю всё с малым. Понятно. До свидания, ёпта. Называется это. Не, блядь. Всё? Всё, блядь. Где они, блядь? На сегодня всё, мистер Майлз. Сейчас вы вернётесь в комнату и отдохнёте. Хорошо, блядь. А ты куда? Им похуй, да? Ну ладно. Ну, получается, ладно. Чего ты не забрали? Нормально. Чисто. Ладно, ничего страшного, как говорится. Это что было? Какие-то иероглифы видели? Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придётся убить сегодня? Я думаю, обойдёмся без надменности. Ваши предки шли почти верным путём, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А из лечения можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, да, масса. А, судно? А, вернее, переобучение. А-а-а. Это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Нормально чисто, блядь. Ну и пошёл ты, знаешь, куда. Вот и иди, бля, туда. Короче, ребята, давайте вот на этом закончим. Это была такая ознакомительная серия с данной игрой. Хоть я, повторюсь, я вроде проходил. Да, вроде я её проходил до конца даже. Вот. Но в любом случае я хочу снова погрузиться в эту атмосферу. Очень сильно хочу. Вот. И надеюсь... Надеюсь, вы тоже этого хотите. И вы тоже погружаетесь в эту атмосферу. Потому что игра и вообще серия игр очень классная. Очень классная. Лечил засыпает. Нормально. Придумал. В принципе, всё. Такая вот серия получилась. Поставьте лайк, пожалуйста. Подписочку тоже. Вот так. Колокольчик ещё. Да, вот это всё. Это три вот вещи. Три вещи. Комментарии уже по желанию. Типа, как хотите. Вот. Вам не сложно, а мне приятно. Реально. В принципе, всё. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте. Да, блять. Субтитры сделал DimaTorzok